К выступлениям экс-военачальников украинской армии, в том числе генерала Кривоноса, надо относиться, в общем-то, и скептически, и критически. Я бы ему задал даже и такой вопрос, принятый в армии в качестве шутки, вы генерал или где? То есть в данном случае он выступает не как специалист в сфере оперативно-стратегического планирования, который он не допущен, данными о потерях он не располагает, о боевом численном составе не располагает, но выступление его сугубо политическое. Сугубо политическое, и он озвучивает, и он озвучивает чью-то, ну скажем, на данном этапе так, чью-то предвыборную платформу. Но это, в общем-то, не по моей кафедре, поэтому это не генеральское выступление, это сугубо политическое выступление. Теперь, что касается украинского контрнаступления на херсонском направлении, как говорится, о котором так много говорили во все предыдущие времена. Замысел его, в общем-то, нам известен со слов украинских военных и политиков. Тут что надо отметить, что не является ли это каким-то значительным мероприятием в плане оперативной маскировки, поскольку обычно о своих намерениях, о своих планах ни военные, ни политики не объявляют. Это первый момент. Второй момент, конечно, по нескольким первым суткам, ну, двум, там, трем, еще как-то о полном провале его судить, ну, на мой взгляд, несколько, скажем так, преждевременно, вот, скажем так, на данном этапе. Это не в том плане, что мы там сомневаемся в оперативных боевых возможностях вооруженных силах Российской Федерации. Отнюдь. Ну, вот, прислушаемся к словам, опять-таки, украинских политиков военных. Как они иногда говорят? Ну, типа, российская армия воюет по лекалам, там, Висло-Одерской операции 1941 года, 1945 года. А вот мы, армия 21 века... А не знаете еще, как говорят, что мы воюем по учебникам Гудериана? Ну, и говорят, а вот мы свои боевые задачи решим совершенно инновационными, новаторскими методами и добьемся успеха с помощью только Хаймерсов и Цезарей и Панцергаубица 2000, к примеру, вот так. Ну, ну, мне хочется сказать, посмотрим, посмотрим. Опять-таки, им даже немецкие журналисты говорят, как вы решите подобные задачи без завоевания господства в воздухе, первое, огневого превосходства. И, наконец, создание ударных группировок в составе бронетанковых частей и соединений тоже никто не отменял. И численного превосходства на участках прорыва никто не отменял. Нет, конечно, понятно, что все хотят воевать ни числом, ни умением, но без этих каких-то вот, ну, абсолютно банальных вещей вы никакого успеха не добьетесь. Если, конечно, они действительно планируют операцию на Херсонском направлении, и это не является каким-то крупным дезерфрационным шагом, каким-то особым пунктом в плане их оперативной маскировки. Поэтому, ну, не знаю, получится или нет, как-то вот есть у меня определенные сомнения. Что же касается предстоящей встречи в «Рамштайне», ну, его еще иногда называют «Рамштайн-5», она действительно состоится в «Рамштайне» на авиабазе, будет очный руководитель, то есть не по разным видам в масштабе видеоконференции, а будет проходить очно под руководством министра обороны США Ллойда Остина. Что просят украинцы? В первую очередь средства ПВО, беспилотные летательные аппараты, ну и, конечно, высокоточное оружие и боеприпасы. Естественно, они просят и бронетехнику, и истребительную авиацию, но это, если и произойдет, то очень даже еще не скоро, поскольку это нужна большая все-таки подготовка и личного состава, и соответствующий инфраструктур. А почему тянут западные страны с авиацией и дальнобойной, и высокоточной техникой? Во-первых, ну практически... Они же все равно дадут ее, да? Чуть только они увидят, что украинцы слабеют, сдают назад. Все, что они могли дать из, как говорится, из наличия вооруженных сил, они уже практически дали. Теперь только или из состава вооруженных сил отдавать, например, ну французы отдали там четвертую или пятую часть своих Цезарей. Уже как-то им отдавать больше уже, значит, ослаблять, ослаблять боевые возможности национальных вооруженных сил. Но так же примерно обстоит и в других сферах. Поэтому надо запускать производственные линии по производству нового оружия. Это время, это время. Но вот может так получиться, опять-таки, в качестве прогноза, что пока они там запустятся, пока развернутся, пока выделят средства, пока переучат, пока... Проблема к тому времени уже может быть решена. Некому будет передавать вооружение. Там действительно очень странные цифры приходят из Пентагона по поводу снабжения украинцев. 800 тысяч снарядов 155-го калибра уже передано Украине. Мы с вами обсуждали, что десятки тысяч можно расходовать, в принципе, в день. Но 800 тысяч? Только одного калибра? Где они? Продолжение следует... Продолжение следует...